Доброе утро! В эфире выпуск новостей в студии Елена Самарина. Губернатор Виктор Томенко пригласил представителей Казахстана принять участие в мероприятиях, посвященных 70-летию освоения целины. О важной исторической дате Виктор Томенко сказал в своем выступлении на пленарном заседании 19-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. С приветствием к участникам форума обратились президенты этих стран. В их выступлениях отмечалось, что уже в следующем году жители двух государств отметят 70-летие освоения целиных земель. Ежегодно в июне месяце проводим в Алтайском крае день сибирского поля. У нас 10 сибирских регионов, но уже давно на него приезжают по 30 или больше 30 регионов со всей страны. И наши коллеги из приграничных других стран, казахская делегация всегда есть, наши коллеги и друзья из Казахстана. И я и на этот раз тоже пригласил, имея в виду, что мы там отдельный блок разных событий и мероприятий посвятим юбилею, начало освоения целины. Глава региона подчеркнул, что Алтайский край один из крупнейших аграрных регионов Российской Федерации, который обладает значительным потенциалом для развития приграничного сотрудничества. Сельское хозяйство формирует в Алтайском крае около 18% валового регионального продукта. Мемориал славы открыли в Заринске после капитального ремонта. Благодаря национальному проекту «Культура» музей полностью обновили. Здание стало красивым и безопасным, а в выставочных залах установили современное экспозиционное оборудование. Именно с этой площади 82 года назад жители Заринского района уходили на фронт. Чтобы увековечить память о них, в 1985 году построили мемориальный комплекс. Со временем здание обветшало. Обновили его благодаря национальному проекту «Культура». На капитальные ремонты и переоснащения направили больше 18 миллионов рублей из федерального бюджета. Строители обновили фасад, заменили полы и потолки, электрику и другие коммуникации. Общаясь с руководством города, проходя постройки, по ремонту, было дано заверение, все будет сделано, будет сделано в срок и качественно. То, что мы видим сегодня, это, конечно, благодаря работе и профессионализму и сотрудников музея, и руководству города, и Минкульту. Музей становится участником нацпроекта уже второй год. В прошлом провели техническое оснащение второго этажа, полностью заменили экспозиционно-выставочное оборудование, приобрели электронную книгу памяти и голографическую пирамиду, с помощью которой показывают награды участников Великой Отечественной войны. На фронт ушли больше 11 тысяч жителей Заринского района. 6 626 человек не вернулись. Здесь собрано столько материалов, здесь частичка многих семей, и я думаю, что это очень главное, очень значимо, вернее, для города, значимо для многих жителей города. Здесь находится похоронка моего деда Прозоров Дмитрий Леонтьевич. Он прошел две войны, прошел финскую и Великую Отечественную. К сожалению, он погиб 13 мая 1942 года под Ленинградом. В этом году обновили экспозицию первого этажа. Для демонстрации экспонатов приобрели новую мебель и интерактивный стол, благодаря которому посетители могут без помощи экскурсовода получить дополнительную информацию о событиях военных лет, участниками которых стали жители Заринского района. Как-то хотелось чем-то привлечь именно молодежь, именно молодое поколение в музее, чтобы как-то заинтересовать их, чтобы что-то появилось более современное, что ли, в музее. Также музей собирает информацию об участниках локальных войн. Сотрудники продолжают пополнять фонды благодаря жителям города и района, которые хранят память о своих семьях. Юлия Шеламова, Анатолий Фукс, Новости. И к другим темам. Бейских школьников познакомили с работой экстренных служб Наукограда. Об этом сообщают в пресс-службе Межмуниципального управления МВД России «Бейская». Кто приходит на помощь людям, попавшим в ДТП? Об этом рассказали учащимся 18-й школы. Больше всего детей заинтересовал оперативный автомобиль дорожно-патрульной службы. Сотрудники городской госавтоинспекции продемонстрировали работу специальных сигналов и сигнально-говорящего устройства. Затем перед ребятами выступили сотрудники МЧС. Пожарный расчет на практике продемонстрировал действия по ликвидации последствий аварии с заблокированными пострадавшими и возгоранием автомобиля. Кроме того, сотрудники скорой медицинской помощи познакомили ребят с оборудованием реанимационного автомобиля и напомнили, как правильно оказывать первую помощь. И у меня к этому часу пока все.